Всем привет! Меня зовут Оксана Кудлай, и я преподаватель русского языка. В этом видео мы с вами поговорим о том, откуда можно приводить пример в итоговом сочинении. Итоговое сочинение — это важный этап, который вам предстоит пережить уже в декабре. Именно поэтому нужно начинать готовиться к итоговому сочинению уже сейчас и формировать читательскую базу. Давайте рассмотрим, сколько примеров нужно приводить в итоговом сочинении для получения зачетов и какие это примеры. Во-первых, начнем с самого известного стереотипа. Очень часто школьные учителя при подготовке к итоговому сочинению говорят ребятам, что в итоговом сочинении обязательно приводить два примера, и обязательно эти примеры должны быть из русской классической литературы. Это, конечно же, заблуждение. Если вы зайдете на сайт FIPI и поищите методические рекомендации для подготовки к итоговому сочинению, вы увидите, что для получения зачета по итоговому сочинению достаточно всего одного аргумента. При этом этот аргумент, конечно, должен быть из литературы, понятно, потому что итоговое сочинение литература центрично, но не обязательно из русской литературы, и тем более не обязательно из художественной литературы. Допустим, если вам не нравится читать художественную литературу, вы можете приводить в качестве примера философскую литературу, публицистическую, психологическую, историческую литературу, биографии знаменитых людей, нонфикшн, автобиографии, дневники, путевые заметки или исповеди. Чего стоит, например, тот же дневник писателя Достоевского? Хотя, конечно, его нельзя назвать художественной литературой. При этом, ребят, очень важно помнить, что в методических рекомендациях подчеркнуто, что очень круто, если ваш пример, ваш аргумент будет связан с вашей будущей профессиональной деятельностью. Другими словами, если вы поступаете на юриста, вы можете приводить в качестве примера речи знаменитых адвокатов, например, Плевака и других. Если вы поступаете на историка, пожалуйста, приводите в качестве примера труды Ключевского или Соловьева. Если вы поступаете на религиоведа, приводите в качестве примера священное писание, Библию или Коран. Это допустимо. Но, ребят, обязательно помнить, что минимальное количество слов в итоговом сочтении — это 250 слов. Рекомендуемое количество слов при этом — 350. Поэтому, если вы решили привести только один аргумент, один пример из литературы, но у вас всего получилось 150 слов, помните, что откуда-то вам еще нужно взять 100 слов. И тут на помощь может прийти не только ваш читательский опыт, но и ваши любимые фильмы, сериалы, театральные постановки, картины и даже музыкальные произведения. Конечно, если мы говорим только о классической музыке. Поэтому смотрите фильмы, пока у вас есть время летом и в начале осени, когда еще небольшая нагрузка в школе и на онлайн-курсах. Еще очень классный совет — смотрите экранизации произведений. Не обязательно приводить пример из фильма, из экранизации, выдавая его за литературный пример. Но в качестве второго, третьего примера экранизации проверяющие очень любят. Теперь поговорим о таком животрепещущем вопросе, как, можно ли приводить в качестве примера в итоговом сочтении мангу. Ребят, дело не в том, что, скорее всего, проверяющие, то есть школьные учителя не читали мангу. Дело в том, что жанр манги до сих пор не определен исследователями. Многие отмечают, что манга находится на стыке литературного жанра и на стыке живописи. Именно поэтому манга как единственный литературный пример не может быть засчитан. Потому что, еще раз подчеркну, итоговое сочтение — литература центрична. Поэтому нужно приводить пример обязательно один хотя бы из литературы. В качестве второго или третьего примера вы можете приводить мангу. Еще один такой актуальный вопрос, который каждый год мне задают выпускники. Можно ли приводить Гарри Поттера или Игру Престолов? Если вы имеете в виду книгу, серию книг о Гарри Поттере, Джон Роулинг, то, конечно, приводить в качестве примера можно, если у вас нет других примеров. Однако, если вы сидите на итоговом сочинении и у вас встает выбор, кого же мне привести? Гарри Поттера или Темные аллеи Бунина? Я бы советовала приводить все-таки Бунина не потому, что я люблю Бунина больше, чем Гарри Поттера, и не потому, что, да, по моему субъективному мнению, произведения Бунина круче и выше Гарри Поттера, а потому, что Бунин ближе к проверяющим, проверяющие знают произведения Бунина, потому что его произведения проходят в школе. Именно поэтому, ребят, когда вы пишете итоговое сочинение, помните о том, кто проверяет ваши работы, а проверяют работы школьные учителя, ваши школьные учителя или учителя из соседней школы. И вот представьте себе такой портрет школьного учителя, как вы думаете, кому он отдаст предпочтение, Бунину или Гарри Поттеру? Итак, ребят, еще раз давайте пройдемся по главным пунктам этого видео. Первое. Достаточно одного примера, одного аргумента из литературы. Второе. В качестве второго и третьего примера вы можете приводить экранизации, фильмы, театральные постановки и так далее. В том случае, если вам не хватает достаточного количества слов. И третье. Можно приводить пример не только из русской литературы, можно приводить зарубежную литературу. Кроме этого, не обязательно приводить пример только из художественной литературы. Приветствуется философская, психологическая и документальная литература. И, ребят, если все-таки вы хотите начать готовиться к итоговому сочинению уже сейчас, чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене, записывайтесь на мой годовой курс Гуляка по русскому языку. И только для годовиков курс по итоговому сочинению сочиняка будет для вас бесплатным. Удачи при подготовке и увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!